Итак, я покажу, что я проделываю с документом перед тем, как его открыть. Итак, по умолчанию в новейших версиях Word'а, шрифт Calibri. Неплохой, подобие ареала, но не актив. Я выбрал для себя шрифт Charter. Он мной уже и доработан. Можно взять другой шрифт, Old Standard. Я все свои книги издаю Old Standard или Charter. Но Charter читается лучше, крупнее. Здесь сдвигаю отступ к красной строке. Видно, она везде. Если полностью, то не то, что нам надо. Значит, включаю переносы, выравнивание по ширине. И очень часто я делаю узкие поля, чтобы влезло больше текста. Вот. Пагенацию вы и так добавляете. Я, правда, ее обычно ставлю или в середине, или справа. Слева это непривычное место, но не суть. Так. Ну вот, переносы включили, и уже стало веселее. Уже стало веселее. Можно проделать еще такую штуку, как замена двойных пробелов. Значит, найти два пробела, заменить на один пробел. Нажмем, заменить на один. Да, были такие. Второй раз. Да, были. Хорошо. На самом деле, для чистки файлов есть специальный пакет. Отдельно. Покупается. Называется методичка. Здесь как раз есть разные заготовки. Для того, чтобы вычистить текст. Вычистить мусор из текста. Ну и, конечно, в таком большом тексте нужны подзаголовки. Значит, их лучше всего выделять стилями. А вот как уже оформляется стиль, можно самому задать. То есть, например, пусть будет... Значит, такое, другое начертание. Пусть будет крупный кегель без жирности. Потому что эта жирность в лаварде, она искусственная. Поэтому она не очень смотрится. Жирность, по-хорошему, должна быть в самом шрифте зашита. Вот как здесь. Отдельный жирный шрифт. Вот. Все. Теперь, кому бы не присвоили этот стиль, он будет именно в одном стиле. То есть, это самый лучший способ единства оформления. А теперь смотрим, значит, в одном месте у нас кегель 20-й, в другом 18-й. Я понимаю, что вам удобнее с 18-й, потому что крупный. Но на самом деле, по мне так... По мне так 14-го должно быть... Нет, ну да, 14-го тоже вполне достаточно. Ну и, конечно, включать правописание, проверку правописания. Значит, проверку правописания. Надо убедиться, что у вас не стоит гладочка, не проверять правописание. Чтобы вот такие вещи, как свя, я, я, она у вас не оставались. Ну и добавлять такие слова, как ардра, например, словарь. Добавить словарь. Тогда адра не пройдет. И можем сейчас заменить на ардра. Хорошо. Ну, собственно, и, пожалуй, вот все, что я делаю в первую очередь. Текст должен иметь подзаголовки в виде стилей. Вот разных заголовков. Тогда такой текст легко потом и сверстать. Вот, собственно, пожалуй, все, что я хотел в первую очередь сказать. То есть, я вам вышлю шрифт-чартер. В нем есть все, что необходимо для эндологических изданий. То есть, всевозможные значки, диакритики, ударения зашиты уже. То, чего нет даже в юникодных шрифтах. Самые разные штучки. Сборные скобочки, значит, на корне. Есть даже отдельный шрифт для кириллической записи санскритского текста. Как у крышлитов. То есть, там, текст записан в кириллице, но при этом с диакритиками. Есть и такой шрифт. Значит, чартер. Вот. А для Деванагари... А для Деванагари я советую использовать шрифт Сидханта или Сантипур. Сантипур. Вот. В 2014. Пожалуй, все. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok